Томские учёные разработали лекарственный препарат, безопасно регулирующий свёртываемость крови. Учёные сейчас завершают доклинические испытания. Разработка томичей, в отличие от аналогов, способна одновременно снижать как свёртываемость крови, так и артериальное давление. И в конечном счёте заменить пациентам комплекс принимаемых лекарств. Подробности в репортаже Анна Гримашевич. Активную молекулу нашли томские учёные. Её основное действие — безопасная регуляция свёртываемости крови. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенёсшие операции по пересадке органов, установке стендов, искусственных протезов, вынуждены принимать такие препараты всю жизнь. Новое лекарство имеет не только минимум побочных эффектов, но и избавит от целого ряда симптомов. Все стандартизованные клинические исследования доказали, что он безопасен при длительном применении, что он эффективен при различных нарушениях сердечно-сосудистой системы. И в настоящее время идёт подготовка пакета документов для получения разрешения на клинические испытания. Создавая лекарства, учёные решают уравнение со множеством неизвестных. Порой на работу уходит до 15 лет. Трикита, на которых базируется разработка, изучение безопасности, эффективности и поведения препарата в организме. После синтеза вещества и создания таблетки следующий этап — многоуровневые испытания сначала на животных, а потом на людях. Все результаты исследования лекарства хранятся в архиве более 10 лет. Исследование на мышках или на крысах получается до 2,5-3 тысяч препаратов, стёкол, где берут, соответственно, органы, те, которые в первую очередь страдают от любого рода лекарств. Тумским инноваторам есть чем гордиться. В компании сейчас на разных стадиях проходят разработки 12 новых лекарственных препаратов. Они поддержаны финансированием в рамках госпрограммы «Фарма-2020». Её главная задача — возродить отечественную фармацевтическую отрасль, заменить импортные лекарства и сделать их доступными для жителей России. В обычной, на первый взгляд, лаборатории всё продумано до мелочей. Система вентиляции, энергообеспечение, температура, среда созданы специально для этого уникального прибора, который позволяет определить судьбу препарата в организме человека. В дальнейшем полученные результаты войдут в специальный раздел медицинской инструкции лекарств. Но врачу позволит назначить правильное лечение пациенту и получить необходимую информацию. Процесс создания новых отечественных препаратов тормозило отсутствие такого прибора. В 2015 году, благодаря поддержке Томского фармкластера, компании удалось замкнуть цепочку исследований лекарств. Молекулу просто можно потерять среди тех триллионов молекул, которые одновременно там есть. А нам нужно её не просто найти в ничтожном кусочке биологического материала, но и доказать, что это точно она. Вот это оборудование умеет это делать. Около 10 лет ушло от имечей на создание нового препарата. Теперь клинические испытания начнутся в 2018-м. Разработчики делают смелое заявление. Если всё пройдёт успешно, Россия может стать мировым лидером в терапии заболеваний, требующих снижения свёртываемости крови. Анна Гримашевич, Андрей Никифоров, Вести Томск.